Минсельхоз признался в правонепригодности. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев признался, что ведомство не умеет оценивать долю сухого молока в продукции на прилавках магазинов. Об этом министр заявил в интервью РИА Новости. Дело в том, что у нас до сих пор нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Это дает возможность предприятиям, занимающиеся производством сметаны, творога, ягуртов и других продуктов, использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко заявил глава Минсельхоза, призвав при этом запретить использование сухого молока только при производстве сыра. Молоко, созданное из сухого молока, называется восстановленным, оно сохраняет большинство полезных качеств просто пастеризованного молока и не несет никаких угроз здоровью. Производители молочной продукции используют сухое молоко во множестве отраслей от производства питьевого молока до кондитерских изделий. Сухое молоко бывает двух типов, цельное и обезжиренное. Негатив российских властей в отношении сухого молока обусловлен ростом его импорта в Россию из третьих стран, при этом значительная доля приходится на соседнюю Белоруссию. Поставки импорта демпингуют российский рынок, вынуждая производителей отказываться от свежего молока и покупать более дешевое сухое молоко. В конце марта Ткачев объявил молочную войну до последнего патрона, имея в виду борьбу с фальсификатом, реэкспортом из третьих стран и другими серыми и черными схемами поставок низкокачественной и некачественной продукции на российский рынок. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.